Научно-исследовательская лаборатория экстремальной биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с японским университетом РИКЕН изучает трансформации клеток человеческого организма после полета в космос. Одним из самых жестких и пока еще не до конца решенных вопросов является проблема влияния микрогравитации на организм. Во-первых, тяжелые тренировки, которые космонавты проводят на борту, они как раз призваны к тому, чтобы снизить проблему с потерей мышечной массы. Проект «Фантом мышцы» необходим для решения проблемы атрофии мышц в космосе. В нем ведется исследование влияния гравитации на мышцы млекопитающих. Один важный подпункт – это как раз влияние гравитации на мышцы человека, уже более такой детальный общий подход, когда единовременно анализируются десятки мышц, в том числе от приматов, от человека, в том числе и от мышей и крыс. Работа по направлению проводится в коллаборации с Институтом медико-биологических проблем Российской Академии Наук. Для решения проблемы атрофии изучается множество скелетных мышц. У человека присутствует больше 600 типов скелетных мышц, и известно, что не все они одинаково реагируют на изменение гравитации. Есть мышцы, которые более, скажем так, сильные устойчивые, есть мышцы, которые немедленно начинают атрофироваться. И молекулярный механизм, который обеспечивает такую силу или слишком ослабленность, он неизвестен. Результаты проекта будут использоваться не только в космических программах, но и в медицинских целях при атрофии мышц госпитализированных больных. Наша такая основная цель – это выявить механизм, а, соответственно, на основе него применить корректирующие механизмы, в том числе лекарственные подходы, либо генотерапевтические подходы, которые позволили бы заметить или вообще предотвратить мышечные изменения, связанные с госпитализацией и мобилизацией или космическими полетами. Артем Тупичкин, Универ Ньюс.